В родном Орехово-Зуево ему уже поставили бронзовый памятник. За плечами сотни образов в кино и театре. Откровенно о людях, которые сыграли в его судьбе решающую роль в своей жизни и работе, народный артист России Виктор Сухоруков рассказал на творческой встрече, которая прошла в театре оперы и балета. Мама не верила в то, что ему удастся осуществить детскую мечту – стать актером. Правда, очень гордилась, когда он поступил в театральный институт. Школу-студию МХАТ Виктора Сухорукова не приняли. Более того, сказали, что актерская профессия ему не светит. Потом была армия, где он участвовал в художественной самодеятельности. И я одна же сказала, ребята, я готов в порнографических ателье фотографироваться, лишь бы быть артистом. Это я сказал, вы, пацаны, в порно хочу сниматься, артистом надо хотел быть. В порнографии сниматься не пришлось. После демобилизации талант Сухорукова оценили в ГИТИСе. В приемной комиссии он пел любимую на тот момент песню «Ромашки спрятались». Ну и что, что песня женская, главное, что ее пою я, говорил он всем. Сняла решительно пиджак наброшенный. Казаться гордою хватило сил. В институте оценили напор молодого человека. Так будет потом везде. После окончания ГИТИСа Виктор переехал в Ленинград. Здесь его встретил режиссер Юрий Манин и предложил роль старика в фильме «Бакенбарды». Это была первая работа в кино. Причем Сухоруков убедил режиссера поменять роль и сделать ее такой, как он предложил. У вас должен быть человек без возраста, с двумя неоконченными высшими образованиями, с лицом ленипута, если хотите. Чтобы действительно, появившись на экране, люди сказали вашими словами. Откуда он взялся? Это чмо? Что это такое? Позже в Питере Виктор Сухоруков встретил главного режиссера в своей жизни, Алексея Балабанова. Первая картина и сразу главная роль эдакого провинциального Чарли Чаплина в «Счастливых днях». Он сыграет у Балабанова в шести работах. Среди них прославившие актеры роли о фильмах «Брат» и «Брат-2». Там же будет ненавистная роль в ленте про уродов и людей, которую режиссер написал специально для Сухорукова. На встрече со зрителем актер был предельно откровенен. В жизни был период распада и алкоголя. Его и выгоняли из театра, и приходилось жить без работы какое-то время. В руки взял себя сам, и уже 19 лет не пьет совершенно. Людей, сыгравших в его судьбе значительные роли, было много. Это и Сергей Бодров, Олег Меньшиков, Валентин Гафт, Татьяна Доронина. После петербургского периода Сухоруков вернулся в Москву. Сейчас он служит в разных театрах, участвует в антрепризах, снимается в кино. Одни из последних ролей в фильме «Кончаловского рай» – историческая драма «Годунов». Полтора месяца назад во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в театре имени Масовета он вывихнул руку. Несмотря на то, что восстановился не полностью, творческую встречу в Чубоксарах не отменил. И я не понял ни боли, ни скрежета, и руки нет. Я говорю, что это такое? Я думаю, вставлять обратно. Я говорю, ой, у меня рука улетела. Смотрю, а там пустота. Рука вылетела. И я закричал, у меня улетела рука, скорую. А они хохочут. По словам Виктора Сухорукова, он никогда не заигрывает с публикой. Вдает только искренние переживания и сокровенные воспоминания. Чубоксарцы открытость оценили. Они долго провожали народного артиста России аплодисментами. Наталья Егорова, Семен Антонов, Вести Чуваше.